Убийство пятилетнего мальчика во Владимирской области всколыхнуло общественность и вновь поднялся вопрос, как обезопасить детей во время летних каникул, когда они зачастую остаются без присмотра родителей. Эта тема сегодня стала главной на пресс-конференции в Волгограде, участие в которой приняли сотрудники правоохранительных органов и работники образования. Материал Ирины Горшининой. Детская преступность растет, констатируют полицейские. С начала года почти вдвое в основном подростки совершают грабежи и мелкое хулиганство. Причем один раз приступив закон, они, как правило, со скользкой дорожки уже не сходят. Тревожат сотрудников правоохранительных органов и тот факт, что в последнее время увеличивается количество преступлений в отношении самих детей. 167 преступлений было совершено в отношении несовершеннолетних. В прошлом году их было меньше, их было 110 всего. Из этих 167 преступлений у нас совершено 61 сексуального характера. Лето – это всегда фактор риска для детей, которые во время каникул зачастую предоставлены сами себе. Опасность для них представляют и дороги. Игры рядом с проезжей частью и несоблюдение правил дорожного движения могут привести к серьезным ДТП, травмам и увечьям. С начала года, по сегодняшний день, произошло в городе Волгограде 43 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Три ребенка у нас погибли и 44 получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году на этот же период времени, примерно по июнь включительно, произошло 46 дорожно-транспортных происшествий, один ребенок погиб и 50 были ранены. Что же нужно делать, чтобы обезопасить детей от возможных рисков? Как один из вариантов – отправить ребенка в оздоровительный лагерь, где за ним будут присматривать педагоги и врачи. Причем альтернативой загородным лагерям могут быть и пришкольные площадки. В этом году их только в Волгограде организовано 160. Рассчитаны они на 16 тысяч ребят. Для них организуют экскурсии, посещение бассейна, спортивные соревнования. Средняя стоимость путевки в пришкольный лагерь – чуть больше 2000 рублей. Ну а если с организованным отдыхом не получается, родители в обязательном порядке должны рассказать детям о мерах безопасности и правилах поведения дома, на улице и проезжей части. Ирина Горшинина, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.